Албансы Украины. Звучит необычно и немного странно. Тем не менее, в нашей стране целых четыре села, где компактно проживают представители этой национальности. Одно из таких сел в Одесской области, в Болградском районе. Спецпроект «Один день» в деревне Жафневая. Каракурта, именно так звучит историческое название населенного пункта, на самом деле многонационален. Здесь проживают и русские, и молдаване, и гагаузы, и болгары. Но 60% от общего количества селян составляют албанцы. Именно этот факт делает Жафневая уникальным. Три года назад здесь с размахом отпраздновали двухсотлетие села. В южных районах области, кстати, все делается с размахом. Мы же ищем ответ на первый вопрос, как в здешних степях оказались албанцы. Первые поселенцы, наши предки, появились по правую сторону озера Ялпук. Ну, так вот, по легенде, по преддверию, считаем, что их, наверное, было не более 20 семей албанцев. На телеге передвигались, передвигались ночью. Днем они отдыхали, а ночью передвигались, потому что дозор румынский мог быть. Ну, и, естественно, им очень тяжело было, нашим первопроходцам. Не было инвентаря, не было жилья. Но, опять же, они ужились. Даже в такое нестабильное и тревожное время в Жафневом находятся энтузиасты, которые думают о том, как сохранить в селе память о своих албанских корнях. На базе местного дома культуры функционирует клуб детского творчества «Каракурт». На занятиях вспоминают народные танцы и язык предков, поскольку в школе албанскому не учат, даже на правах факультативного занятия. Впрочем, нам посчастливилось услышать настоящий албанский язык, который местные жители используют в быту. Не на ряду, ты вина, ты пьюся, прям шатта. Ты вина ли? А тут сам-то тоже в один, вот, а фроны, но через полчаса, 40 минут. Ай, ты пьюся, прушатта. Чей детина? Кеша во рту это. Ну, Ирина, ай, ты пьюся, тетя? Слушай, ай, ты пьюся, тетя? Слушай, папа. Долгое время молодые поколения немного стеснялись общаться на албанском, но в последние годы отношение к языку предков изменилось. У молодежи было, ну, было вот это вот стеснение, даже я вот беру свою семью, своих детей, мы вот разговаривали с семьей на русском с детьми. Нет, без старшей дочери, естественно, мы с ним на русском, а уже с сыном на албанском. Вот даже дети вот не знали, что он могла делать албанским языком. Уже спустя несколько лет мне девочки, конечно, мои говорили, мама, что же вы с нами не общались на албанском языке, это так интересно, это так необходимо, хотя они это понимают. Но сегодня я вижу, что дети не стесняются языка. В Доме культуры работает и этнографический музей. Предметов не так много, но каждый из них – прялка, покрывало, сельскохозяйственный инвентарь – олицетворяет предание старины глубокой. Некоторые экспонаты Албанского музея культуры в селе Жавневое датированы позапрошлым веком. Например, вот этой вот подушке больше 110 лет. Второй вопрос, который всерьез заинтересовал нашу съемочную группу во время албанского воежа – каким образом удается поддерживать связь с исторической родиной? Например, у тех же болгар все очень просто. В райцентрах области, как и в самой Одессе, есть культурные центры, куда регулярно наведываются сотрудники консульств, распространяют художественную литературу и туры в Варну и Софию. Разумеется, не всем подряд, а участникам студенческих и творческих программ. Одесским албанцам повезло не так сильно. Во-первых, хотя бы потому, что Албания никогда не была настолько благополучной страной, как Болгария или даже Румыния, при всех нынешних трудностях последних двух. Во-вторых, нельзя сказать, что тирана усиленно рвется поддерживать связь с тремя деревнями Запорожской области и одной Одесской. Было время, вот приезжали с тирана гости. Да и я в 96-м году посетила, тоже с Аранду мы ездили с ансамблем, ну на фестиваль албанский. Ну это было, конечно, первое ощущение, очень интересное. И сегодня мы вспоминаем то время. Вот наша группа ездила у нас более, делегация более из 15 человек. С Ленинграда научный руководитель Новик приезжает каждый год с студентами. И вот интересуется тоже, ну студент тоже знакомится с нашими вот этими собранными пресс-досье. И вот он как-то, общаясь с Александром Александровичем, он сказал, что да, сегодня уже Албания изменилась. Так вот мы не можем сказать, как бы нет у нас более встречи и тесной встречи. Сегодня главные хранители памяти, национальных традиций сами жители Жавтневого. Конкретнее те, кто помнит историю села минимум за последние лет 50. Мы отправляемся в гости к 83-летней Марии Бельтек. Мария Спиридоновна живет одна, но дети и внуки, разбросанные по всему бывшему Советскому Союзу, стараются регулярно ее навещать. Пенсионерка проживает в Каракурте с середины 40-х годов прошлого столетия. Были подростки, как раз в 46-м году была голодовка у нас, 6-й, 7-й. И потом мы что, пошли на работу, ходили. С чем мы будем учиться? Потому что у нас надо кушать, надо зарабатывать. Не могла тогда учиться. Надо зарабатывать и кушать. И так тяжело было, конечно. Албанца народ трудолюбивый, говорит Мария Спиридоновна, и вспоминает своего покойного мужа. Это был мастер на все руки. Муж у меня был. Сначала работал трактористом, потом он работал как руководитель бригады. Потом это он... Был вообще он... Было на первой счету он... И его вообще пригласили. Он когда был, на первое место был он. В Киеве был, ходил. Там на съезде когда было. В Москву. Не так давно же Фневая была сельскохозяйственным центром не только Болгородского района, но и всего юга Одесской области. Здесь размещались сразу пять колхозов, которые снабжали всю Украину качественной свининой. Те славные времена остались в далеком прошлом. Занимались выращиванием продукции, больше ничем они не занимались. Создали хозяйство. Хозяйства были крупные, большие. Именно большое хозяйство было наше в последнее время. Ну, все ушло. Наше хозяйство выращивало свинину 24 тысячи в году в закрытом кроме. Мы выращивали. И оно было в закрытом цикле. Все время мы сдавали, но оно 24 должно было все время быть. Мы возвращаемся в апартаменты, Мария Спиридоновна. А комнат в доме хватает на всю родню. И знакомимся с увлечением местной жительницы. Не только на праздники и не только для детей женщина выпекает хлеб. Никаких секретов приготовления нет. Разве только один. Среди ингредиентов лишь натуральные продукты. Мука, вода и дрожжь. Дрожжь домашний. Не купленные дрожжи, а домашние. Я сама делаю дрожжь и пеку. Вот какие дрожжи. Это домашний. Домашний. Ставлю на 2 литра воды. Вот так, полтора. Замешаю, например, в 10 часов. Утром, когда стану или 4, или 5 часов, ставлю на противник. Она подходит и в духовке. На столе у Марии Спиридоновны не убрано. Говорит, обычай такой. Пару часов назад уехал домой в Террасполь сын. Пока не позвонит, не сообщит, что добрался благополучно, убирать не принято. Прошлые годы он приезжал с семьей. Однако сейчас спокойно пересечь Украино-Преднестровскую границу могут далеко не все. Без семьи приехал, без семьи не мог. Хотели, все собрались, все приезжать, но нет. Даже три дня назад Максим звонил, бабушка. Мы так постарались, так мы наметились, что мы приедем, приедем все, хочем. Не получилось. Потому что с этой тревогой, я не знаю, не пускает. Они раньше, как-то прошлый год, сели на машину, приехали. Ну, конечно, там в таможне они проверяли, но отпускали. А теперь никак не могут. Ну, я расстраиваюсь, я уже привыкла. Уже сколько? Я говорю, 17-е лет я тут одна. Мама, держись, мама, крепись. Ну, буду держаться. Направляемся к Белградской трассе, чтобы покинуть Албанское село и встречаем школьников. Эти ученики четвертого класса и есть будущее Жафтневого. Амбициозная, целеустремленная, изучающая и любящая жизнь и свою малую родину. Тебя как зовут? Арина. А ты чем занимаешься, расскажи себе? Гимнастикой. Арина, сголазный нос. Я занимаюсь гимнастикой и хочу стать великой гимнасткой. Виталя. Виталя, я хочу гимнастикой. Меня зовут Тсюша. Я занимаюсь музыкой, хожу на скрипт. Меня зовут Саша, я занимаюсь танцами и гимнастикой. Когда вырастешь из села, уедешь? Я не уеду. Потому что мне тут нравится окрестности, в рощах очень нравится ходить. В больших городах такого нет. В больших городах такого нет. Нету рощи. Мы тут живем. Да. Мы знаем тут все. Не хочу поглядать родного мира. Виталий Хемий, проект «Один день», телеканал Академия.